МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От мух Мухаяр! Здравствуйте! Это программа «Дама-хозяйка» и с вами я, Светлана Кошеренкова. Я гуляла в парке с подругой, и она мне рассказала историю. Представляешь, у меня есть дачный ларес. Да ларес не простой, а пропитанный историей. Я ей говорю, так что же мы сидим в душном городе? Поедем, скорее отдохнем. Она мне, ой, Свет, там столько пыли и грязи, столько предстоит уборки. И вот она, я здесь, чтобы не дать этому ларцу чихнуть от пыли. Сегодня в программе. Отполируем до блеска бабушкин сундучок. Выбьем ковры и избавимся от скопившейся в них грязи и пыли. Отмоем деревянные полы. Так, так, так. Апчхи! Все-таки чихнула. Оля, ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оля, привет! Наконец-то я тебя нашла в твоем огромном доме. Оль, ну, как говорится, в гости без подарков не ходят, поэтому смотри, что я тебе сегодня принесла. Прихватила с собой мухояр. Ого, а что это такое? Это гель, это распреи разные от мух, тараканов, мошек, в общем, от всех разных насекомых. Пользуйся на здоровье. Давай рассказывай, что это. Вот нашла вообще ларчик, это моей прабабушке ларец. То есть она здесь все свои сокровища. То есть это прям история, история, история про бабушку. Да-да-да-да, сокровища хранила. Я вот сейчас вот смотрю фотографии. Это она? Вот, вот она моя бабушка. Дом на самом деле очень-очень старый. Он существует в 1889 году, представляешь? Перестраивалась. Пережил войну. Пережил войну, пережил многие катаклизмы, которые проходили в стране. Много поколений выросло, и вот прям очень много всего интересного. Это старый завет. Это... Он прям пахнет так, прям старинной. Это старинная книга, начало вообще 20 века. Оль, ну мне уже не терпится у тебя здесь все помыть и перевести в порядок. И первым делом давай реконструируем твой ларец. Отмоем его и отполируем, да? Давай. Вот, все, пойдем готовить тогда средство, которое нам понадобится. Пойдем. Итак, Оль, мы приготовили то, что нам надо. Значит, миска с водой нам понадобится. Мыть будем мы это все отмывать содой, обыкновенной содой. А полировать знаешь чем? Чем? Не догадаешься. Перекисью водорода. Ничего себе. Да, старый дедовский способ. Итак, давай для начала, да, может быть, уберем все из нашего ларца. Давай. Значит, засыпаем соду в миску с водой. Самое главное не жалеть. Чем больше, тем лучше. Так, я думаю, этого будет достаточно. Размешаем это все. Так, Оль, ну давай посмотрим, что в уголках отмыли пыль. Да, смотри, нету. Блестит. Здорово. Да, смотри, теперь не надо промывать его водой, просто протрем сухой тряпочкой. Итак, все, мы вытерли. Все, ура, ура. Да, теперь смотри, прежде чем начать его полировать, давай оставим на 30 минут, пусть подсохнет. Оль, ну 30 минут прошло, ты видишь, как он сияет? Да. Так же, как твои глаза прям. Итак, закрываем его. Смотри, да, весь прям покоцанный, такой неприметный. Ну что, отполируем? Давай. Все, вода нам больше не нужна. Убирай. Да. Достаем перекись. И нам понадобятся вот такие вот бумажные полотенца. Это всего одна перекись водорода и все? Да, и будет блестеть, как новая, Оль. Покажем. Убедишься в этом сама. В момент использования перекиси водорода для очистки изделий из дерева, ознакомьтесь со свойствами древесины. Например, древесина из березы, бука или грецкого ореха очень легко и быстро обесцвечивается, поэтому стоит не переусердствовать с использованием раствора. Смотри, да, еще интересно тем, что перекись не надо ни в воде, нигде разводить. Просто берем и прям капаем на ларчик. Да, и начинай тереть. Он когда подсохнет, заиграет новой жизнью. Коль, ну неси тогда фотографии и бабушкины платочки, и заодно еще захвати средства от моли. Хорошо. Давай, жду тебя. Вот, я принесла средства. Так, начнем, наверное, с платочков, правильно? Тогда давай сразу их будем обрабатывать, да? Давай. Давай. Так, один готов, все. Убираем. Второй. Ну, Оль, моли точно не будет. Ой, здорово. Ларчик-то. Это точно. Ну что, с платочками, да, разобрались? Да, теперь давай книжки укладывать. Так, давай. И фотографии. Угу. Давай, я тебе помогу. Давай, я тебе фотографии дам. Пойдем. До следующей весны. Да. Пользуйся с удовольствием, да, запоминай, как и что чистить. Но я, когда зашла к тебе в дом, увидела ужасно пыльный ковер и пол. Чем мы сейчас с тобой займемся? Пойдем выбивать и отмывать. Пойдем. Оль, ну, так как у тебя ретро-дом, то и ковер мы будем выбивать старым дедовским способом. Выбивалкой. Именно ей. И знаешь, что я тебе еще скажу? Что пылесос нам тут точно не поможет, потому что ковер лежал всю зиму, и в нем слишком много пыли накопилось. Поэтому сначала выбивалка, а затем, возможно, пылесос. Хорошо. Ну, покажи-ка, как ты умеешь выбивать ковер. Никогда не делала, но попробую. Учись. Давай. Оль, ну кто так выбивает ковер, а? Давай я тебе покажу. Показываю один раз. Хорошо. Чтобы научилась и делала так, как я. Смотри, берешь, да, развахнулась и как ударила, да, и пошла вот так вот. Видишь, сразу пыль какая летит? Конечно. Так, ну-ка попробуй. Как игра в большой теннис. Ага. Для того, чтобы выбивать ковры качественно и быстро, необходимо соблюдение нескольких правил. Погода должна быть сухая и безветренная. Перед началом обработки ковер нужно пропылесосить с двух сторон сухим способом. Затем, свернув его в рулон ворсом внутрь, вынести на улицу. Выбиваем короткими частыми ударами без прикладывания значительной силы, последовательно двигаясь сверху вниз. Только так получится предотвратить перемещение пыли на соседние участки. После достижения желаемого результата, изделие рекомендуется перевернуть и еще раз выбить с другой стороны. При чистке ковра в домашних условиях. Помните, что ковры очень не любят горячую воду, слишком жесткие щетки, чистку против шерсти и сырость, которая со временем проедает ковер до образования дыр. После того, как выбила ковер, обязательно обработай его специальными средствами, которые я тебе сегодня подарила. Чтобы в нем не завелись ни тараканы, ни жуки, ни мошки и ни бложки. Давай, неси. Так, принесла? Правильно же я взяла? Да, все правильно. Смотри, вот этим средством мы обрабатываем, как бы, ковер сверху. Ага. Да? Так, поехали. Так, это отмолит, правильно? Да. Так, теперь с другой стороны. Отлично. Держи. Мы возьмем другое средство и приподнимем, дай его. А с этой стороны мы изнутри, получается, вот так, держи. Обработаем от тараканов и жуков средством. Ну что, Оль, с ковром мы справились. Отмошек и бложек, отмойли, тараканов обработали. Теперь натрем пол до блеска. Пойдем. Пойдем. Оля, дорогая моя, ведром, швабром, как ты понимаешь, мы будем мыть пол. Да, это я уже поняла. Да. Смотри, моющего средства мы у тебя не нашли, поэтому нам поможет хозяйственное мыло. А это как? А это мы будем делать мыльный раствор. Сейчас я тебе покажу, да. И спирт. Ну а зачем нам нужен спирт, я тебе расскажу потом. Хорошо. Спирт мы пока оставим. Бери мыло. Угу. Так, и еще терка нам нужна. Терка для того, чтобы натереть мыло. Ага. Давай. Ой, ну моя ты дорогая подруга. Ну кто так моет пол? Смотри. Ну а что? Загрязненные дощатые полы моют водой с нашатырным спиртом. На ведро воды две столовые ложки нашатырного спирта. Для дезинфекции пола можно использовать раствор спирта и воды после основного мытья. Для придания крашенным полам блеска их протирают тряпкой, смоченной специальным составом, денатурат и растительное масло, взятые в равных частях. Когда пол, смазанный этим составом, просохнет, его до блеска натирают сухой суконкой. Оль, держишь вауру? Теперь я тебе расскажу про наш секрет, для чего нам нужен спирт. Рассказывай. Смотри. Открываем его и добавляем в чистую воду. Знаешь, для чего? Для чего? Не знаю. Для того, чтобы он убрал все микробы. Просто, можно сказать, уничтожил. Да? И отполировал наш пол до блеска. О, ничего себе. Давай, на льду. И так, Оль, давай заносим наше сокровище. Ага. И раскатываем. Ну, мы с тобой молодцы. Фу, ну, мы настоящие хозяюшки. Сегодня мы в этом доме отмыли бабушкин ларчик, выбили ковер и натерли пол до блеска. И знаете, что я вам скажу? В этот дом я еще вернусь. Редактор субтитров А.Семкин